МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О главных новостях в Орле и регионе расскажу я, Виктория Панина. Сегодня в выпуске. Скатился в кювет. На автодороге Орел-Знаменская Жигули съехали с асфальта, врезались в дерево. Водитель погиб. Асфальт, тающий со снегом. Губернатор Андрей Клычков проинспектировал ход ремонтных работ дорожного полотна в городе. Когда дороги станут ровнее, расскажу я, Сергей Прошкин. Орловский департамент здравоохранения рекомендует орловчанам, переболевшим коронавирусом, еще в самом начале пандемии, вакцинироваться. Антител у них, скорее всего, уже нет. О том, когда в Орле демонтируют здание цирка, расскажу я, Наталья Балашова, в Главных новостях. Генеральный партнер Главных новостей – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сегодня примерно в 13 часов 44 минуты на автодороге Орел-Знаменская случилось ДТП со смертельным исходом. На 11-м километре трассы водитель 50-го года рождения, управлявший «Ладой» с 7-й модели, допустил съезд в кювет и столкнулся с деревом. Автомобилист скончался до прибытия скорой помощи, а его пассажир получил легкие травмы и от госпитализации отказался. По факту ДТП проводится дознание. Подробности этой аварии в наших следующих выпусках. Уже несколько недель те, кто водит по Орлу, находятся в перманентном ожидании. Ждут водители, когда в городе приведут в порядок дороги. Хотя бы на основных магистралях. Впрочем, когда что-то ремонтируют, это тоже не всегда и далеко не всем нравится. Например, горожан, живущих вблизи Красного моста, раздражает шум от практически непрекращающихся работ. Суд решения этих проблем погружался губернатор области Андрей Клычков. Сергей Прошкин расскажет подробнее. Разбитые дороги – одна из болевых точек Орла, которая дает о себе знать каждую весну. Сейчас полотно практически по всему городу круглосуточно латают литым асфальтом четыре бригады рабочих. Сколько времени нужно сейчас, чтобы в основной магистрали привезти в порядок? Ну еще точно 10. В целом по городу дороги станут заметно лучше только к концу месяца. На Красном мосту тем временем идет обратный процесс. Он обнажил свои внутренности и там теперь вместе со строителями работают археологи. Их задача – воссоздание исторических элементов конструкции моста. Кто строил, можно медаль давать? Я думаю, что да. Строили на камне. Как видите, фундаменты здесь такие. Все камни. Кипит работа и по обустройству переправы для пешеходов. Ее наводят в 16 метрах от Красного моста. Прямо сейчас на мосту, а точнее под мостом, активно ведется работа по вбиванию свай к будущему пешеходному мосту. Его обещают построить к 1 мая этого года. После многочисленных жалоб граждан на шум отстройки, закон о тишине здесь будут соблюдать строго. Никаких работ после 23 часов. А вот чем губернатор остался недоволен, так это отсутствием освещения на крытом пешеходном тротуаре через мост. Оно так и не появилось спустя месяц после начала ремонтных работ. Еще месяц назад. Ну, с фонариками входят. Проинспектировал Андрей Клычков и стройки новых городских дошкольных и образовательных учреждений. Строительство нового детского сада в северном районе на улице Кузнецова планируется завершить к ноябрю 2021 года. Как отмечает представитель подрядчика, работы ведутся с опережением графика. Уже готово порядка 10% объекта. Идем даже немножко переди графика. Погода не мешает? Ну, скажем так, не мешает, но была погода лучше, у нас лучше получалось. А вот в районе Алроса уже третий месяц ведется строительство самой большой школы в городе на 1225 учеников. Смотреть тут, правда, пока не на что. Объект только начинают возводить. На сегодняшний момент ведется отрыли котлован, ведется забивка свай, ну и переходим к фундаментам. Открыть эту школу планируется практически одновременно с Красным мостом в ноябре 2022 года. Сергей Прошкин, Алексей Нескин, телеканал Первый областной. Орловский департамент здравоохранения рекомендует орловчанам, переболевшим коронавирусом, еще в самом начале пандемии, вакцинироваться. Дело в том, что в среднем иммунитет коронавирусной инфекции держится в течение 6-8 месяцев. По истечении этого срока можно повторно заразиться. Кроме того, вирус очень быстро мутирует. Не стоит исключать риск повторного инфицирования другими штаммами инфекции. Если человек уже переболел коронавирусом и у него есть антитела, то он все равно может быть допущен к прививке. Проведение этой процедуры только укрепит его иммунитет, так говорят в Роспотребнадзоре. Вопросы о вакцинации населения Орловской области обсуждали на заседании Оперштаба. По информации Ивана Залогина, главы департамента здравоохранения, с началом массовой вакцинации в область поступило более 36 тысяч доз прививки от коронавируса. В настоящее время провакцинировано 25 218 человек. Это по состоянию на вчерашний день. Это получили первую дозу. Полностью завершили, то есть получили обе дозы вакцины 12 717 человек. В минувшие сутки коронавирус обнаружили у 74-х орловчан. 86 переболели инфекцией, трое скончалось. Цирк, да и только. Так можно было бы охарактеризовать ситуацию, которая последний год происходит и на площади Жоковой, и вокруг нее. Все это время за площадь сражались Орловский цирк и городская администрация в судах. И вот мэрия в последнем из них одержала верх, и 1 апреля должен начаться демонтаж здания цирка. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин на брифинге со СМИ. Наталья Балашова продолжит. В зале Орловского цирка часто собирался аншлаг. Теперь же цирковая арена пустует. Разъехались все, за исключением некоторых дрессировщиков. Как оказалось, договор на аренду этого места на площади Жукова был заключен неправильно. И теперь всем известная фраза «цирк уехала клоуны, а встались воплощается и в Орле». Только наоборот. Клоуны уехали, а оставили они цирк. И теперь власти города видят только один выход из сложившейся ситуации. До 1 апреля текущего года решение простое – снести демонтаж. Решение суда, как и вновь, состоялось? Решение суда, да, о выносе его с площади Жукова. Вот в направлении. Необходимо организовывать уже демонтаж и вывоз его с территории площади. Сейчас у нас пройдет последнее судебное заседание и будем решать вопрос. Несмотря на то, что дата для демонтажа выбрана символическая – 1 апреля, администрация города настроена серьезно. С тем, что цирку здесь не место, согласны и оставшиеся его работники. Им вообще не важно, где поставить свой шатер. Никто его не будет сносить. Там сноса не будет. Это слово очень такое громкое. Сносить цирк. Не сносить его, будут разбирать его. Будут разбирать. Я им даже с первого дня сказал, что без проблем. Можно убрать на другую территорию. Готовиться к предстоящим переменам в цирке они уже начали. Сейчас проводятся организационные работы по подготовке к демонтажу этого комплекса. В какое-то время, главное – погода. В морозное время нежелательно разбирать вот эту конструкцию палаточного типа. В апреле морозов не будет и цирк с площади Жукова уедет. Но само это место должно стать центром притяжения горожан и должно стать еще лучше. Облагородить его в планах региональных властей. Наталья Балашова, Ирина Волкова, телеканал Первый областной. И планы эти были озвучены во время рабочей поездки Андрея Клычкова по областной столице. Губернатор ознакомился с проектом по благоустройству площади Жукова. Ее основную часть займет парковка на 174 места. Рядом с ней появится сквер с бюстом маршала Георгия Жукова. Территории здесь будут проведены благоустроительные работы. Порядка 11 тысяч квадратных метров с плеточного покрытия. Здесь будет включать из себя порядка 4 тысяч квадратных метров озеленения различного. 15 светильников, большинских мачтовых будут здесь на площади по проекту установлены, которые будут освещать всю эту площадь. Для удобства автомобилистов в проекте также предусмотрена установка светофора на пересечении улиц Тургенева и Лескова. Работы по благоустройству здесь могут начаться уже в этом году. Партнер программы «Главные новости» – сеть дискаунтеров Горки. Центр управления регионом помог решить вопрос неработающих фонарей в центре областной столицы. На одной из частей центрального променада погасло уличное освещение, на днях дело сдвинулось с мертвой точки. После обращения специалистов ЦУРов в мэрии освещение начали восстанавливать. Фонари подключили на 450 метрах набережной. В полумраке пока остается 20-метровый участок в створе улицы Степана Разина, но вскоре и там появится свет. Всего же за неделю ЦУР зафиксировал 529 обращений жителей. Люди жаловались на коммунальные проблемы и просили. По 507 из них уже получены ответы и разъяснения. Основная часть обращений людей поступает из ВКонтакте, затем следуют Инстаграм и Одноклассники. И опубликованы данные ЦУРа о среднем времени ожидания ответа. За январь оно составило 7 часов 43 минуты. В феврале срок сократился до 6 часов 39 минут. Абсолютный лидер в топе обращений – социальное обслуживание. Причина тому – старт выплат ежемесячных пособий. Орловчане уточняют условия получения, перечень необходимых документов и, конечно, сроки перечисления. В топ-3 также вошли жалобы на дороги и общественный транспорт. Автолюбители активно обсуждают ситуацию с ямами на дорогах. Пассажиры общественного транспорта разбираются с условиями получения скидки на проездной. Компанию по добровольной сдаче населением нелегального оружия нужно усилить. К таким выводам пришли члены Межведомственной областной комиссии по профилактике права нарушений. В прошлом году число выявленных случаев незаконного оборота оружия выросло более чем на полтора процента. Орловчане держат по схронам и сараям немало стволов времен Великой Отечественной и Брюбасов к ним. 17 преступлений было совершено в области с применением нелегального оружия. Предусмотрено финансирование мероприятий, направленных на изъятие из оборота на добровольной основе незаконно хранящихся предметов вооружения за вознаграждение. В данной связи нам необходимо проанализировать деятельность заинтересованных и задействованных в данной сфере органов и выработать конкретные меры в сфере профилактики данной категории правонарушений. 11 лет проведет в колонии строгого режима бывший наркополицейский Зуридского райотдела. Он осужден сразу по трем уголовным статьям. Суть обвинения сводилась к тому, что страж порядка для улучшения своих служебных показателей решил имитировать наркопреступление. А выступить в роли преступника уговорил знакомого местного жителя. Полицейский, находясь по месту своего жительства со своим знакомым, передал последнему джинсы, в кармане которых было наркотическое средство. Далее полицейский привез знакомого в отдел полиции, где задокументировал факт хранения наркотического средства и сфальсифицировал материалы оперативно-розыскной деятельности, на основании которых в последующем было возбуждено уголовное дело. Преступление выявлено и расследование осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и УМВД России по Орловской области. Орловские аграрии в ожидании старта весенней посевной. Ремонтируется техника, закупаются удобрения и семена. Полностью готовы к новому сезону крестьянско-фермерское хозяйство Владимира Стебакова из Орловского района. Под картофель у него отведены 600 гектаров земли. Прошлогодний урожай по-прежнему востребован, причем не только у орловчан. Наталья Пехтерева продолжит. Эта дорога в Орловском районе хорошо известна многим иностранцам, еще жителям южных регионов России и сопредельной с ними ДНР. По ней в Малую Куликовку они ездят часто за картошкой. Ее тут выращивает фермер Владимир Стебаков. Наша картошка самая вкусная, просто так человека обмануть сложно. Если она хорошая, значит пользуется спросом. Толк в Орловской картошке знают в ДНР. Постоянно берем здесь и продовольственные картофели, и семенной. Сейчас за семенным он приехал, 21 тонну куплю. И повезу в Донецк, в Макеевку. И в Казахстане. Здесь картошка нормальная, поэтому сюда приехал. Будет ли сезон 2021 года столь урожайным, пока сказать трудно. Аграрии пока только примерно себе представляют сроки выхода в поле. Ранний картофель начинаем как можно раньше, как только можно ехать в поле, так начинаем посадки. Именно на ранние цели. Здесь мы не боимся, что она поразится чем-то, болезнями мы ее все равно продадим на продовольственные цели. А основные посадки картофеля, как правило, это район 20 апреля. Ну и на начало мая будет завершена посадка. А вот техника готова, выезжая хоть сейчас. В хозяйстве Стебакова только современные машины. Вся техника проходит через мастерскую. Как и трактора такие вот, ну, большие. Есть маленькие трактора у нас в МТЗ. Они уже прошли ремонт. Ну, ремонт и должен же когда-то заканчиваться. Вот он уже подходит к концу. Готовясь к аграрному сезону, представители агробизнеса помнят и о своих социальных обязательствах. За последнее время, что он две детские площадки при участии своих средств, именно сельское поселение, незначительную часть Владимир Валентин сам на Малой Куликовке отстроил. Ухаживает постоянно за воинским захоронением. Тем, на ком держится село, тоже нужна поддержка. О том, что сделано и только предстоит, пойдет речь в пятницу на совещании в администрации региона. Среди тем обсуждение представителей аграрного бизнеса и власти ход предстоящей весенней полевой кампании. Ориентироваться в этих планах будут на достижение 2020 года. Он стал рекордным для региона. Аграрии в фирме из Полярловской области собрали почти 4,5 миллиона тонн зерна. Объем продукции сельского хозяйства превысил 91 миллиард рублей. И это на 10% больше, чем было в 2019 году. Наталья Пехтерева, Андрей Борискин, телеканал Первый областной. Новые рабочие места и обновление городской инфраструктуры. Об активном участии Сбербанка в развитии Орловщины в ходе пресс-конференции с представителями СМИ рассказал управляющий Орловским отделением ПАО Сбербанк Ярославский Рта. Участникам предложили задать любые вопросы. Сергей Прошкин воспользовался такой возможностью. Пандемия коронавируса и ее влияние на работу Сбера одна из первых тем, которую подняли на пресс-конференции. Еще в прошлом году во всех региональных отделениях удалось внедрить комплекс мер безопасности. Берем сейчас у всех сотрудников тесты на антитела, чтобы понимать все-таки, какой уровень здоровья по команде. Ну и, естественно, занимаемся вакцинацией. Вакцинация добровольная. Ярославский Рта недавно и сам привился. Журналистами о достижениях Сбера в непростом 2020-м теперь говорит без маски. Говорить тут есть о чем. За пандемийный период Сбербанк успел стать Сбером, развить свою собственную экосистему, увеличить число сотрудников банка и продолжает помогать в развитии региона. Один из таких проектов – карта жителей Орловской области. Ее функционал и без того немаленький постоянно расширяется. Мы сейчас уже с несколькими детсадами договорились, что карту жителя можно использовать как проходилку в детсад. То есть все туда не попадут. Попадут те родители, которых прописали в системе детского сада. И это будет, ну, как вот пример того, как карта жителя будет помогать нашим горожанам. Ярославский Рта рассказал о грядущем строительстве ледового катка в Ливнах. Сбер в этом проекте принимает активное участие. Уже определен инвестор и есть проектно-сметная документация объекта. Идет этап согласования бюджета. Если у нас все нормально будет получаться с концессионной инициативой и с утверждением бюджета, в этом году уже будет, ну, там, первый этап строительства. И по срокам открытия, пока не есть? Срок открытия, либо, ну, если вообще все классно, то конец года, а если нет, то следующий год. Ну, не так долго строится. Сергей Прошкин, Ирина Волкова, телеканал Первый областной. Орловчане продолжают обращаться в общественную приемную партии «Единая Россия» с различными проблемами. После одного из таких приемов спикер облсовета Леонид Музалевский побывал на одном из проблемных адресов. С проблемой отсутствия нормального дорожного покрытия на улицу Мопро в приемную обратились ее жители. Здесь не пройти и не проехать, как в деревне. Вроде бы находимся в центре города, вот, но получается так, что когда не сезон, просто пройти нельзя. Даже ни резиновый, ни галоши, ничего не помогает. То есть асфальта здесь нет, я так понимаю? Нету. И никогда не было. Здесь был детский сад, в котором я воспитывалась, и потом он перешел в дом творчества. Сюда стали приезжать, естественно, родители, детей и очень много машин, что нельзя даже проехать. Но в непогоду эти же машины творят чудеса. Здесь такую грязь устраивает, особенно паркуются около домов жителей, под окна, газуют, застревают. В различные инстанции и органы власти с этой проблемой местные жители обращаются уже давно. Ответ получает один. Сейчас на ремонт денег нет, ждите. И так каждый год. Ждать ли ремонта в этом сезоне? Конечно, будем сейчас думать, изыскивать дополнительные денежные средства из Дорожного фонда вместе с губернатором Андреем Евгеньевичем Кулачковым. Он сейчас уделяет особое внимание дорогам. Это сегодня действительно, на мой взгляд, самая важная и главная проблема, чтобы улицу действительно привести в порядок. А здесь есть еще и муниципальные учреждения. Сейчас я зайду, посмотрю, в каком состоянии. Необходимо, опять-таки, дополнительный бюджет уже сверстан, дополнительно изыскивать порядка 7,5 миллионов для того, чтобы здесь навести порядок. И, к сожалению, таких улиц у нас много в городе Орле. Сегодня у нас более 5 миллиардов в Дорожный фонд. И вот именно комплексный подход поэтапный может привести в целом к хорошему благоустройству города Орла и, конечно, решению тех проблем, которые ставят перед нами избиратели. Как только позволит погода дорогу обследовать техническая комиссия, по итогам ее работы будет принято решение о начале и сроках ремонтных работ. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на сайт obl1.ru. Главные новости нашего региона и на экспресс-радио «Орел» на 100 и 4 FM. Выпуски по будням каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера. На этом все. Я прощаюсь с вами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Не наценяет, чтобы снизить. Выбирает качественные товары, чтобы вам было вкусно. Торгует брендами, чтобы вы не сомневались. Торговый центр «Горки» всегда и на все белая цена. Подешевле. Цена просто супер. Много чего. Продавцы хорошие. С 12 по 21 марта в ДКЖД весенние распродажи курток, пальто, буховиков. Все от 2000 рублей. Симоленд – это более миллиона товаров с доставкой по всей России. Всего один клик, и вы найдете пирамидку жирафик за 99 рублей в интернет-магазине simoland.ru ОМВД информирует, как не стать жертвой мошенников. Как действуют злоумышленники? Неизвестные представляются работниками банков, сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о подозрительных операциях на счетах жертвы, снятии или переводе денег, взятии на ее имя кредита. А далее настоятельно рекомендуют перевести деньги на безопасные счета или взять кредит. Не верьте, это мошенники. Запомните, ни один работник банка или сотрудник правоохранительных органов никогда не даст таких рекомендаций, не будет побуждать перевести деньги и не имеет права запрашивать информацию, позволяющую получить доступ к счетам или банковской карте гражданина. Не выполняйте никаких действий и положите трубку. Обратите внимание, злоумышленники могут использовать подменные номера, принадлежащие официальным организациям. Современные технологии позволяют это делать. Перезвоните в банк или полицию по номерам телефонов, указанным на карте или официальном сайте, обязательно набрав их заново собственноручно. Во всех ситуациях, вызывающих сомнения, позвоните людям, которым доверяете, или в полицию по номеру 02 или 102 и проконсультируйтесь с сотрудниками. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на Первом областном. С вами Катерина Ясная. У нас масленичная неделя, а в мире отмечают еще и день ананаса. И пока мы ждем таяние снега, где-то вовсю проходит сбор этих экзотических овощей. Именно в марте плоды самые спелые и сочные. Родина ананаса Бразилия, поэтому до предела витаминизированному фрукту сегодня рукоплещет весь мир. В Китае вообще на Новый год не садятся за стол, пока там не будет ананаса. Китайцы верят, что он приносит в дом процветание и сладкую жизнь. Ну а на Орловщине все еще холодно. В пятницу в Амцинске без снега. Переменная облачность днем минус 8, к ночи минус 7. В ливну в пятницу тоже без осадков. И переменная облачность минус 8. Днем ночью столбик термометра покажет минус 8. Минус 8 и в Болхове в основном солнечно, без осадков. К вечеру мороз до минус 7. В Орле солнце днем от минус 7, к вечеру минус 6. Южный ветер со скоростью 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, что чуть выше нормы. Вы смотрели прогноз на пятницу, а вас всегда согреет новостями Первый областной. Наш партнер. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты. Ставка до 7,65 процента годовых. Все сбережения застрахованы. Всем весны и тепла. До свидания. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в «Сберегательном союзе». Надежно. Надежно. Выгодно. Ставка 7,65 процентов годовых. Звоните 22 2067. Компания «Ритуал-сервис» принимает заказы на памятники из карельского гранита с бесплатным художественным оформлением. Подробности у менеджеров-консультантов в наших филиалах или по телефону 44 45 46. Адреса филиалов на сайте ritual-defis-service 57.rf. Предложение ограничено. Каждые 15 минут в России регистрируется новый случай заражения ВИЧ и вирусными гепатитами. Главное – выявить заболевание как можно раньше. ВИЧ-гепатит. Знать и защищаться. ВИЧ-гепатит.